В последних колонках британских журналистов, посвященных событиям вокруг королевской семьи, все чаще проскальзывает нотка недоумения. Как ну вот как Ее Величество Королева Елизавета Вторая, которая без сарказма ум, честь и совесть Великобритании смогла допустить, что в ее семье выросли такие. Прекрасный сын и внук принца Эндрю и Гарри. Есть это и в свежей колонке Кэрол Мэлоун, которую она опубликовала в издании Дейли Экспресс. Впрочем, не только это. Кэрол Мэлоун пишет, любой, кто воображает, что принца Эндрю, заплатив Вирджинии Джуфри 12 миллионов фунтов стерлингов, закончит эту не слишком чистую сагу, обманывает себя. Сначала соглашение с этой женщиной казалось наименее худшим вариантом для глупо. Ватороу Эндрю и монархии. Только представьте, какой ущерб мог бы нанести его высочество Скоморох, если бы его отпустили в суд США. Теперь уже речь идет о том, будет ли королева тратить 12 миллионов фунтов стерлингов или часть из них, чтобы помочь своему любимому сыну. Потому что если она платит деньги, чтобы заставить замолчать джептве любителей юных дев Джеффри Эпштейна, это втягивает ее прямо в середину этого отврату. Тельного хаоса. Но будет еще хуже, если для того, чтобы вытащить Эндрю из этой ямы, будут задействованы средства налогоплательщиков, это станет не только катакпафой для королевской семьи, но и для будущего монархии. Даже самые преданные роялисты отвергли бы идею о том, что государственная казна используется для выплаты несовершеннолетней джепт. Эндрю получает 250 тысяч фунтов стерлингов в год из тайного кошелька королевы, из личных средств ее величества, и военно-морскую пенсию в размере 20 тысяч фунтов стерлингов в год. Неужели мы должны верить, что он в течение трех последних десятилетий вел образ жизни мультимиллионера на эти средства? Конечно нет. Ходили постоянные слухи, что у него были темные делишки с олигархами, с полковником Каддафи, с тунисскими диктаторами. Есть парень, который купил особняк Эндрю в Санингхиле и заплатил на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, чем была запрашиваемая цена. Все очень сомнительно. Кажется почти невероятным, насколько репутация монархии была разрушена всего за несколько коротких лет, после того, как королева неустанно работала в течение 70 лет, чтобы поддерживать ее и помогать ей расти. Монархия – институт власти, который многие считают устаревшим ненужным и подлежащим уничтожению. Но королева не просто сохранила его, она значительно обогатила репутацию британской монархии в глобальном масштабе. Мэкзит бросил с трудом завоеванную репутацию монархии в унитаз, и теперь Эндрю снова испачкал ее фасад своим гряз. Ным образом жизни и потенциально повредил делу всей жизни своей матери. Два бесполезных жаждущих денег, неэффективных скомороха Гарри и Эндрю бросили пич. Но Юрпана. Тай в сердце королевской семьи. Как двое этих мужчин и могут быть связаны с такой женщиной как королева, чьими жизненными принципами всегда были долг, трудолюбие и честность. Опасность сейчас заключается в том, что для выживания монархии ей нужна общественная поддержка, нужна добрая воля британского народа, потому что мы помогаем содержать ее. И каким играм? Пам по зубам было бы для нас обнаружить, что наши деньги использовались для финансирования замалчивания претензий Гэжи Джуфри к принцу Эндрю, который то ли был с ней знаком, то ли не был. Монархия пострадает от всего этого, независимо от того, кто платит. И это отвлекает общество от тяжелой работы всей жизни женщины, которая заставила нас ею гордиться, в отличие от ее сына и внука, которые стыдят учреждения, которые они представляют. И самих себя. Думаю, всем уже знакомы детали судебного процесса Мэган против СМИ. Бывший сотрудник предоставил доказательства, что письмо Мэг было рассчитано на большую аудиторию. И счастливые обитатели Дзена и не только, теперь только об этом и говорят. Врунишка Мэг вынуждена позорно извиняться перед судом за лжесвидетельство. Те, кто читают мой канал, знают, что я не поддерживаю Мэган. А в ее конфликте с прессой я на стороне последних. С самого начала было очевидно, что Мэг и Гарри не нравится критика. Но из-за этого судиться невозможно. Поэтому они спустили с поводка своих адвокатов с приказом «найдите, до чего докопаться». Докопались. С фальшивым письмом все понятно. Меня больше заинтересовал момент, в котором семья настаивала на том, чтобы Мэг разрешила конфликт с отцом. Она пишет Кнауфу, что после всех разъяснений семья не понимает, что ситуация сложнее, чем нужно просто встретиться и поговорить. Почему Мэган не поговорила с отцом? Съездила бы поговорила, выяснила отношения раз и навсегда. Неужели так сложно? Да сложно. Ведь не с каждым человеком можно договориться. Вы действительно думаете, что Томас остановился бы? Он продолжил бы сотрудничать со СМИ. Только вместо Мэган забыла обо мне. Не пишет. Не звонит. Стало бы Мэган вспомнила обо мне только сейчас. На меня ей наплевать. Важна только репутация новой семьи. Отец все равно бы продолжил жаловаться. Потому что их отношения уже были испорчены до этого. Есть обстоятельства и истории взаимоотношений, которые не позволяют прийти к компромиссу. Но Чарльз и Ка продолжали оказывать давление на Гарри. Конфликт Мэг с отцом напоминает мне сегодняшний конфликт Гарри с семьей. Почему Чарльз не отвечает на звонки младшего сына? Ведь нужно просто встретиться и поговорить. Гарри страдает из-за равнодушия отца и брата. Поговорили бы с ним и не было нападок у Опры. Почему Виндзоры просто не уладят конфликт с Сасекскими? Потому что знают простой разговор с Гарри и Мэг. Это либо вымогательство, либо слив информации лояльными журналистам. По этой же причине Мэг не шла на контакт со своим отцом. Даже простой разговор мог привести либо к вымогательству, либо к сливу информации прессе. Мэган не стала рисковать, тогда она еще была в лодке БКС и ей было невыгодно подрывать репутацию. Тяжело писать что-то хорошее о Мэган. Еще тяжелее писать о ее конфликте с отцом. В этом вопросе реакция читателей однозначная Мэг виновата или виноваты оба. Но Мэган виновата в любом случае. Комментаторы упорно не хотят замечать, что у Мэг и Томаса были сложные отношения. И не все отношения можно исправить. У человека есть право не хотеть общаться с родственниками только из-за общей ДНК. Мэг, в отличие от мужа, своего отца по-моему в интервью не поливает. Конечно, я не призываю бросать родителей. По крайней мере, в России законодательство предусматривает возможность для родителей подать в суд на взыскание алиментов с взрослых детей. Думаю, у Томаса тоже есть такая возможность, и пора бы уже ею воспользоваться. Все же достойнее, чем ходить по телешоу. Чем дольше он обсуждает свою дочь с журналистами, тем яснее становится ему не столько нужны дочь и внуки, сколько похайпится, а Тосинки не родится апельсинка. Хоть я не осуждаю Мэган за то, что она не общается с отцом. Ее потуги с книжкой про отношения отца и сына я считаю смехотворными. Не ей говорить на эту тему. Поклонники выдающейся теннисистки, а также подруги герцогини Сасекской, ну и Гарри с Мэган конечно в восторге. Принц Гарри впервые выступит на публике в нынешнем году 3 февраля, когда он примет участие в первом ежегодном дне внутренней работы, организованном компанией Бетаап. Фирмой, оказывающей услуги по сохранению психического здоровья и коучингу, в которой герцог Сасекский работает директором по влиянию. Впервые о мероприятии было объявлено в начале января 2022 года. Но компания Бетаап привела спортивных фанатов и поклонников герцога и герцогини Сасекских в восторг, когда накануне объявила, что Гарри во время дискуссии присоединится Сирена Уильямс. Третьим докладчиком онлайн-конференции будет Алексей Рабешо, генеральный директор Бетаап. Твит, объявляющий о появлении звезды тенниса на мероприятии, сообщает «Прорывы случаются, когда вы делаете перерыв». Узнайте, как Иннерворк создает умственную форму с генеральным директором Бетаап Собака Арабичокс, директором по влиянию Принцем Гарри, герцогом Сасекским и всемирно известной спортсменкой Сирены Уильямс Собака Сарена Ильямс. Лучшее ждет тебя в поклоннике герцога и герцогини Сасекских, радостно комментируют эту новость в Твиттер. Эй, друзья. Сирена Уильямс, величайшая теннисистка всех времен, присоединяется к группе с Принцем Гарри и Собака Бетаап 3 февраля в день внутренней работы. О, я так взволнован предстоящими выступлениями Принца Гарри и Сирены Уильямс. Минус 3 февраля будет захватывающим днем. О, да. Лучшая подруга Меган и ее муж выступят вместе. Два моих фаворита на одном и том же мероприятии, не могу дождаться. Люблю собака Сарена Ильямс. И Сирена Уильямс и Принц Гарри в последние годы выступали на публике, обсуждая вопросы психического здоровья. Чемпионка по теннису рассказывала о своей поклеродовой джинпека в откровенном сообщении, которым она поделилась в Инстаграм в 2018 году. Принц Гарри также открыто говорит о своем психическом благополучии с 2017 года, когда он впервые публично рассказал, как на него повлиял безвременный уход его матери Дианы, и с тех пор сосредоточил свою работу на психическом здоровье. В 2016 году, будучи старшим членом королевской семьи, он запустил компанию Heads Together со своим братом Принцем Уильямом и невесткой Кейт. Эта инициатива была направлена на преодоление стигмы, связанной с психическим здоровьем. Три года спустя Гарри и его жена Меган сотрудничали с Кембриджами в запуске бесплатного текстового сервиса обмена сообщениями 24-7 Shout, который обеспечивает конфиденциальную и немедленную поддержку людям, переживающим кризис. Четыре члена королевской семьи также озвучили рекламу, запускающую онлайн-платформу Национальной службы здравоохранения EveryMindMatters, разум каждого имеет значение. Еще одной инициативой, ориентированной на психическое здоровье, над которой работал Гарри, была HeadFit – онлайн-платформа, запущенная весной 2020 года в сотрудничестве с Министерством обороны. Призванная помочь военнослужащим и ветеранам быть более активными в поддержании своего психического и физического здоровья. Герцог Сасекский по-прежнему привержен повышению осведомленности о важности заботы о своем психическом здоровье, так же как и о физическом здоровье, даже после ухода с поста старшего члена королевской семьи.